Николай Оленив из Морозова в прошлом профессионально занимался греко-римской борьбой. Сейчас, правда, в соревнованиях не участвуют, тренируют мальчишек. Но полученные спортивные навыки помогают выступать за свое муниципальное образование. В первую очередь, конечно, техника решает. Если технику не понимаешь, то можно проиграть даже соперник слабее, чем ты есть. Армор-рестлинг организаторы называют зрелищным видом спорта. С каждым годом становится больше не только участников, но и зрителей. Владимир Метляков признается, пока позволял здоровье и сам любил посостязаться. Спорт интересный. Я по молодости тоже занимался, в том числе и армор-рестлингом, но немножко. За призовые места и дополнительные баллы в зачет комплексной спартакиады муниципальных образований борются семь команд. Это более 30 спортсменов. Все участники поделены на шесть весовых категорий. Четыре мужских и две женских. Победить может каждый. В данном виде спорта, кто чувствует, что он готов к борьбе на руках, он может принять участие. Но данный чемпионат, который у нас здесь сегодня проводит, главное соблюсти возраст. Не моложе 2000 года. Соревнования по армспорту в Искитимском районе проводят несколько раз в году. Они позволяют оценивать профессиональные навыки спортсменов и отбирать сильнейших для соревнований более высокого уровня. На этот раз в тройке призеров команды Морозова и Керамкомбината. Первое место у команды рабочего поселка Ленёва.